И вот мы наконец-то подбрались к предпоследней серии этого затянувшегося сериала Kings Bounty Dark Side С выхода оригинала прошло уже больше шести лет Студия-создатель Катаури успели отвалиться И издатель остался один на один с имеющейся у него серией игр Знаете, я пытался найти для ролика какие-то записи интервью Возможно косплея Но по какой-то причине нету даже сайта по этой игре Для меня это было в какой-то степени даже удивительно Потому что в предыдущие разы какие-то заморочки по поводу рекламы у 1С все-таки были Сейчас же в основном отдуваются только фанаты Касательно реакции прессы, то встретили игру также неоднозначно Ругали ее в основном за то, что сделана она на все том же старом движке И выходит уже на протяжении шести лет без каких-либо изменений В том числе и в графике Но что я могу сказать? Слабаки? Тем не менее, хвалили ее за возможность поиграть за злодеев Ну, все, что я могу тут добавить, это то, что Представьте, что у вас есть история про Гитлера Однако теперь Третий Рейх это оплот демократии Ну, или социализма В зависимости от ваших сексуальных предпочтений Весь же окружающий мир устраивает масштабный холокост Вот примерно такая возможность в Kings Bounty Darkside играть за злодеев Как бы, знаете, сторона, которая устраивает масштабный геноцид другой стороны Она, наверное, все-таки злее Даже если это эльфы Я же могу сказать, что эта часть серии мне не понравилась больше всех Хотя я могу отметить, что некоторые элементы из самой первой части Которые впоследствии в остальных частях почему-то стали задвигать Здесь немного используются А именно квесты, связанные с перемещающимися объектами Там всякие армии, которым не надо дать дойти до какого-то определенного места Квест, зависящий от времени и так далее и тому подобное Да, у этой части есть какие-то свои интересные задумки Которые, возможно, могут понравиться кому-то Но по большей части это все ебаная срань Более того, это ебаная срань Где местами ты просто не понимаешь, что надо, блять, делать и что от тебя хотят Проходя ее, я заходил в какие-то гайды и советы Гораздо более чаще, чем играя в предыдущие игры А в предыдущих играх я этого фактически-то и не делал Кроме там, ну, возможно, двух-трех квестов Там, по типу, посадить саженцы в войне с севера Где, ну, реально непонятно, где эти места находятся Здесь же иногда доходило до просто смешного И мне приходилось смотреть, как пройти череду главных квестов О всех геймплейных моментах я, наверное, все-таки расскажу уже в пересказе истории Что еще хотелось бы отметить Это своеобразную даже, наверное, жадность разработчиков Видите ли, у предыдущей части действительно были DLC И при покупке всех DLC самой игры Она выходила бы вам дороже, чем какая-либо из частей серии Включая, собственно, все их DLC Однако DLC в предыдущей части все-таки по большей части были именно что доп-контентом То есть изначально игра была просто воином севера Но потом пришли фанаты игры, запилившие до этого довольно клевый мод И предложили, собственно, пильнуть еще один клевый мод к игре И им дали добро Подобная тема уже происходила, кстати, с переизданием космических рейнджеров Так вот, в принципе, чисто гипотетически, если вы не купите лед и пламя То, возможно, вы особо ничего и не потеряете Однако, если вы не купите DLC к темной стороне Вы просрете не только определенный дополнительный контент Который, кстати, останется в игре, просто будет вам недоступным Вам также, скорее всего, будет в нее сложнее играть Потому что в буквальном смысле DLC к темной стороне снижает сложность игры Сюжет на этой игра вообще фактически никак не связан с предыдущими частями Вернее, она хочет делать вид, что она является таким продолжением Ну или спин-оффом, как хотите Потому что действие происходит все-таки в другом мире Но, тем не менее, Лорна, она вообще противоречит всем предыдущим частям Расы внезапно стали делиться на темные и светлые Появились светлые и темные духи Которые в том числе и создали расы По итогу те же неже, демоны и орки оказались в буквальном смысле из одной категории существ Хотя, фактически, по лору-то это не так Во-первых, в принципе, в Kings Bounty никогда не было какого-то разделения на темные и светлые расы Были расы, которые более неприятны другим Были какие-то межрасовые конфликты Но, как бы, например, эльфов конфликтовали с гномами При этом никто из них особо злым-то и не считался Более того, фактический конфликт в той же первой части был-то как раз-таки неоднозначным Потому что, фактически, произошел он из-за тех же богов, которые создали людей, эльфов и гномов А именно из-за того, что параллельно с этим они устроили два геноцида И в ходе одного из них еще и заставили, например, переселиться орков, уничтожая их дома И, фактически, их богов Те же демоны вообще не имеют никакого отношения ни к людям, ни к эльфам, ни к нежити, ни даже к богам И это фактически просто инопланетяне, которые стали появляться в той же эндории После того, как титаны научились перемещаться между мирами Как, фактически, и те же драконы Нежить имеет отношение к самим титанам, которые, собственно, и открыли некромантию И она не является вся какой-то плохой и злой В том же поселении гномов спокойно мог обитать некромант, которому обращались за какой-то помощью И я не хочу сказать, что сюжет в четвертой части какой-то уж прямо ужасный Нет, у него есть какие-то свои интересные моменты и задумки Но к предыдущим частям он фактически не имеет никакого отношения Если вы внезапно играете в Kings Bounty, в том числе из-за сюжета То эту часть вполне себе можете просто спокойно пропускать Вы ничего не потеряете Но, тем не менее, давайте обо всем по порядку В самом начале нас встречает меню, которое, кстати, будет меняться по ходу прохождения сюжета Что, как мне кажется, довольно прикольная фича К слову, в 2014-м кто-то еще рассчитывал на то, что в их игру будут играть с 3D-очками На выбор у нас, как всегда, три, но теперь не просто класса, а целых персонажа Со своей какой-то предысторией и роли в сюжете По способностям они соответствуют классам из предыдущей части И, к слову, после прохождения Воина Севера я так задумался Вот у нас есть класс Викинг, заточенный полностью под ярость Но, типа, на протяжении же всей игры нам встречаются боссы Во время сражения с которыми ярость, собственно, блокируется Ее нельзя применять и, получается, мы остаемся без каких-то своих преимуществ Но тут эту проблему решили В этой части нет боссов Играть я буду за Демонессу Неолину, соответственно, бонусом к лидерству А звать ее будут Милица Как говорится, за мужских персонажей играют только пидоры А все остальные смотрят на женские жопы Так, а это что такое? Не, нахуй, будем играть за дракону Сосакул Но зато с благородным именем Вячеслав Собственно, начинается все с того, как к нам прилетает летучая мышь И говорит, что нам пизда Так как у нас прямо у порога находятся охотники на вампиров Поэтому, забирая буквально последних скелетов Пробираясь через каких-то лошпедов Мы бежим к нашей подруге детства Ведьме Кларисе Которая рекомендует нам бежать гномом Держащим в войне темных и светлых нейтралитет Попутно предлагая перекусывать зазевавшимися путниками Буквально в сантиметре от опасности Я нахожу тайный проход У входа которого буквально валялось DLC И, собственно, пройдя через шахту Оказываюсь в городе гномов Ну и, собственно, местный король действительно разрешает нам почилить у него Но с условием, что мы не будем творить хуйню А еще мы узнаем, что в городе уже находятся другие представители темных рас И все они бухают Заходят как-то в таверну орк с суккупой вампир А бармен им и говорит Дегенераты, как ты, стоят на кроссе Пообщавшись с ними, мы выясняем, что, оказывается, наши проблемы схожи И решаем объединить наши усилия По их, собственно, решению Очень кстати выясняется, что этот город гномов построен над темницей темного духа И, походу, наш путь лежит туда Мы закрепляем наше сотрудничество клятвой на крови Однако гномы это принимают за черную магию И в итоге нам приходится драпать Но так или иначе нам удается добраться до темницы темного духа И снять печати, сдерживающие его Дело остается за малым раздать пизды светлым воинам, которые зашли следом за нами После этого дух тьмы дает нам главный квест на всю игру Который заключается по факту в том, чтобы создать свою темную лабораторию А также собрать девятерых людей Из которых три должны быть самые счастливые женщины Которых мы должны сделать несчастными Три самых верных мужа Из которых мы должны, соответственно, сделать неверных И три самых светлых человека Которые должны перейти на сторону тьмы А еще темный дух разрешил нам поднимать валежник То раньше мы этого делать не могли Ну и также мы получаем, собственно, помощника Который заменяет нам духов и ярости Дракончиков и валькирии из прошлых частей И называем его Ростислав Вообще, опуская обучение Где нам палят способности Ростислава превращаться в орка В общем, мы возвращаемся назад Освобождать свой дом Тут же Клариса нам палит, кто здесь самый светлый А также рекомендует устроить штаб-квартиру в местной рыгаловке И нам это почти удается Но внезапно у трактирщика случается приступ МС И он дает заднюю Поспрашивав новости у местных Выясняем, что оказывается здесь завелся дракон И за его убийство король назначил награду В виде принцессы и половины царства А тот самый трактирщик оказывается Коколдом Немного побродив по пляжу Находим его жену, флиртующую с очередным хахалем Даем хахалю пизды И забираем жену в плен Здесь же обитает отсылка на Остров Сокровищ Которому мы по сюжету должны помочь избавиться от пиратов Устраивающих на их с мамой Уютную таверну рейды Шэдоу Леджендсы Проблема только в том, что пират, который знает, где находятся эти пираты Требует от нас, чтобы мы доставили посылку одному контрабандисту Похуй, заглядываю в таверну, где нас пидорнули И при помощи шантажа заставляю трактирщика выполнять все наши приказы Чтобы услышать то, что я и так уже знаю Окей, тогда я решаю заглянуть к местным охотникам на вампиров И здесь нашей целью является послушница Люсия Которая является самой светлой в Портленде И мы, соответственно, ее должны обратить в темную Однако тут возникает проблема Ее охраняет, собственно, ее сосед Маркиз де Армоньяк В итоге мы решаем выманить этого самого соседа Люсии Распространив слух о том, что где-то на кладбище завелся вампир И для этого у нас есть трактирщик Которому в обмен на эту просьбу мы обещаем вернуть жену Рофл заключается только в том, что она не хочет возвращаться к этому лоху И нам придется его отпиздить И после этого мы превращаем его в послушного зомби Однако это все еще не помогает нам заполучить Люсию И она тупо заперлась в замке Вот для этой задачи нам и нужно помочь Джиму Отпиздить пиратов, докучающих ему и его маме Но перед этим я решаю заскочить к дракону Однако он настроен недружелюбно И мне приходится с ним драться Драться фактически в ущерб всей своей армии Потому что я, будучи магом, например, колдовать на дракона не могу А дракон является магом И при этом как бы на его стороне находится хоть и один, но черный дракон А это вообще нихуя не смешные рофлы Но так или иначе, кое-как одержав победу На правах победителя мы просим рассказать его Где можно добыть побольше драконьих яиц На что он отвечает нам, что Блять, это уже совсем перебор И заместо этого рассказывает нам другую тайну Все юные драконы это симпы И за счет этой тайны позже мы сделаем мега имбовую армию В итоге мы заключаем с драконом сделку А именно мы приносим ему королевскую принцессу А он в свою очередь в будущем будет на нас работать И заодно дает нам свой зуб, чтобы мы выебнулись перед королем, что убили дракона После этого восстановив армию, плывем пиздить пиратов И теперь у нас появляется возможность выманить Люсию Ясно, я понял, что это Групповое самоубийство С ней мы идем к духу тьмы И кусаем ее Становясь друг для друга самыми близкими существами Ближе, чем муж и жена Ближе, чем брат и сестра И теперь она становится нашим напарником Которого можно прокачивать И получать за это бонусы Однако сейчас мы это делать не будем Потому что войска, которые заспавнились специально Чтобы мы их убили для прокачки нашего спутника Это лютая наебка Далее наш путь лежит туда Куда вы бы и не подумали заглянуть при первом прохождении Потому что это место никак не отмечено Тем не менее Здесь нас ждет продолжение сюжета Мы встречаем бывшего рыцаря Который ненавидит короля По причине того, что принцесса оклеветала его И он лишился своего звания В итоге мы становимся союзниками И идем вместе к королю Показывая ему зуб дракона И говоря, что бывший рыцарь Собственно его ебнул Но в результате у нас случается небольшой скандал По итогу которого мы даем пиздюлей Стража короля А самого короля и принцессу берем в плен А на место их ставим нашего союзника И теперь Портланд снова принадлежит нам Собственно захват территории дает нам возможность Нанимать темные версии светлых армий Это что-то на уровне Вот до этого священнослужители Когда кастовали лечение на нежить Наоборот накидывали на нее дамаг А вот темные священнослужители наоборот Могут лечить нежить И накидывать дамаги на всех живых Иными словами абсолютно бесполезная хуйня Интересно только названиями Такое говно я не видел даже в Вархаммере Ну а дракону мы даем принцессу И теперь он поселяется у нас в убежище Ну а наш путь лежит на Монтивиль И да, в самом начале игра вам говорит о том Что чтобы захватить это место Надо заручиться поддержкой местных темных Но проблема заключается в том Что это далеко не так И все здесь решается гораздо проще Но тем не менее К местным темным я все равно схожу И к самой первой я пойду к Кормиле У Кормилы кстати есть две вещи Которые мне нужны прям must have Это амулет Который позволяет нанимать больше некромантов И собственно 10 вампирес Собственно да, в Дарксайде Добавили некоторым мобам их женские версии В том числе у вампиров появились вампиресы Вампиресы это в каком-то смысле Такие гибриды вампиров и суккубов В том плане, что они например Могут загипнотизировать Какой-то изражеских отрядов И из-за этого они будут пропускать свои ходы В пользу того, чтобы идти просто в сторону Вемпирес и ничего больше не делать Пока им кто-то не нанесет урона Что делает эту способность На самом деле не особо удобной Потому что на самом деле Всегда есть шанс случайно Задеть этот загипнотизированный юнит При каком-нибудь масштабной атаке по полю Но как способ заставить Какой-то юнит, который вам Не очень удобен пропустить ход Ну вполне себе может сойти такая способность Плюс они могут атаковать на расстоянии При помощи другой уже перезаряжающейся способности И самое главное у них есть способность Превратиться в туман Что делает их даже немного интереснее Чем обычных вампиров И вампиресы и вампиры на самом деле Довольно медленные И для того, чтобы вампиры ускориться Ему надо превратиться в летучую мышь Однако здесь есть некоторые проблемы У летучей мыши меньше характеристики Если не ошибаюсь, здоровье и атак это уж точно И при этом, чтобы превратиться летучей мыши Обратно в вампира Ей нужно заюзать эту же способность А для этого ей надо дождаться Собственно ее перезарядки Но при этом, да, летучая мышь Может перемещаться дальше по полю В вампире же здесь Немножечко другой прикол Превращаясь в облако Они не могут атаковать вообще Но они не получают урона Перемещаются при этом они По всему полю И что еще самое главное Превращаясь в это самое облако Они снимают с себя все дебафы И еще самое главное Для того, чтобы превратиться им обратно Им не нужно юзать эту способность повторно То есть они ее используют На один ход они становятся этим самым облаком А потом превращаются назад И это довольно неплохая хрень На самом-то деле Тут у меня есть одна претензия к вампиресам С точки зрения внутреннего лора Ну собственно, как вы сами понимаете Нежить это поднятые мертвые существа Некромантам И соответственно, так или иначе Любой юнит нежити При помощи того же зова некроманта Можно в принципе поднять на поле боя Из какого-нибудь вражеского юнита Кроме, собственно, двух юнитов нежити Это дурноглаз Который был добавлен в воине севера Но тут есть один рофл Дело в том, что в принципе Юзать зов некроманта на всяких злобоглазах Нельзя Так что, условно говоря Дурноглаза можно скорее назвать Таким бихолдером-личом Возможно, типа он сам дошел до такого состояния Они его подняли И второй юнит Это, собственно, вампиресы При том, что на самом деле По логике вещей В игре поднимать его Есть из кого Например, среди юнитов У нас есть наездницы на медведях И чисто логически Из них можно было бы сделать Как раз таки вампирес Но нет Из них поднимаются вампиры Следующий рофл заключается В получении этих самых вампирес Вот сейчас в магазине Вы увидите их 10 штук Новый интересный юнит Возможно, вы хотите его Прямо сейчас приобрести И, скорее всего Одну из них Вы во время теста этого юнита Просрете А потом вы вернетесь в свое убежище И внезапно узнаете Что этих вампирес можно производить То есть фактически увеличить их запас И более того Увеличить их запас до бесконечности И есть только одна проблема Для этого их нужно пожертвовать 10 штук В этот момент Если это было ваше первое прохождение Скорее всего У вас подгорит жопа Потому что об этом Вас никто не предупреждал На самом деле Будет еще способ их получить Это, собственно Помочь Кормиле Однако и здесь не все так просто Потому что Вообще-то По сюжету Можно убить Кормилу И не выполнять ее квесты И уходя далеко вперед На самом деле Это будет, наверное Даже верным решением И я не знаю Можно ли получить В таком случае Вампирес в будущем Но если нет То мы имеем ситуацию При которой фактически Можно реально просрать Возможность Производить Какой-то новый юнит И таких ситуаций В игре на самом деле Не мало Но, собственно Возвращаясь к Кормиле Она нам рассказывает Что самых светлых В Монтивиле нету Но зато есть Счастливая и верной А именно Одна парочка влюбленных Верный, соответственно Солдат А счастливая Но, видимо Все-таки неверная Это его женщина Видимо, оттого И счастливая Еще она рассказывает Нам про своего соседа Некроманта Который ебнул Всех деревенских жителей У которых Она ходила пить кровь От этого, собственно Она с ним поссорилась И хочет, чтобы мы его убили И еще мы можем узнать О прошлом Кормилы И еще Почему она выглядит Как Белоснежка А дело в том Что это и есть Белоснежка Просто укравшие Ее гномы На самом деле Не спасли ее А взяли к себе В рабство Возможно даже Сексуальное Читай Читай Долбанные книги И так она и чилила Пока ее все-таки Не спас вампир И теперь ее преследуют Вьетнамские флешбеки И, собственно Она дает нам квест Найти и убить Всех этих гномов Далее я иду Собственно К некроманту И да Эффект двух кулонов Некромантов Складывается Так что я могу Получать Еще больше Некромантам И, собственно Про Кармилу Он нам рассказывает Что вообще-то Она пиздецки Ебанутая Я решаю их Помирить друг с другом И он В принципе-то Сам не против Но нас он предупреждает Что вообще-то Блять лучше бы Если бы мы ее Ебнули Потому что Кармила Это просто пиздец Но, тем не менее Я все-таки Решаю пойти Пока по мирному пути В местном подземелье Нахожу первого Гнома Который мучил Кармилу И, соответственно Убиваю его Тут, кстати, есть Довольно интересный момент Связанный с Некромантией Дело в том Что, несмотря на то Что наш герой Вроде бы как Должен возглавлять Полчища Нежити В прокачке У него нет Перка Некромантии В отличие от Паладина из первой части Который мог поднимать Своих юнитов После боя И Скальда В третьей Который мог их Вызывать из Вальгала Однако у нашего юнита Есть перк Позволяющий Оставлять какое-то Количество призванных На поле боя Юнитов У себя в армии Это, в принципе Позволяет вам Некроманта И, например Увеличивать количество Каких-то юнитов Если их у вас Недостаточно много Плюс У юнита Некроманта Появилась Одна способность При помощи которой После каждого боя Он может поднимать Определенное количество Нежити И это охуенно Как минимум По двум причинам Во-первых Теперь юниты Некроманты Стали в какой-то степени Образующими Армию Нежити Юнитами Без него Теперь никуда Плюс С этой способностью Теперь Скелеты Лучники Становятся Лютой имбой Потому что Они у вас Попросту Не будут Заканчиваться И даже Будут копиться В резерве А это На самом деле Впоследствии Окажется Довольно Неплохим Юнитом И вы Наверное Захотите Его держать У себя В армии При таком Раскладе В подземелье В котором Мы чилим Находится Источник Из которого Снабжают Чистой водой Замок короля И его Охраняет дракон Ну вернее Охранял Поднявшись На поверхность Я первым делом Решил сходить В цирк Однако Девушка Стоящая Рядом С шатром Не захотела Со мной Разговаривать И мне Пришлось Пойти К ее Бате Который Находится Непосредственно В шатре Он Показывает Нам Какое-то Время Отсылочки Но Пока Они Для нас Бесполезны А еще Оказывается Что Просто Пиздить Со Всякими Бомжами Для Прокачки Я Случайно Наубивал Достаточное Количество Жрецов Света Чтобы Апнуть Мою Спутницу И получаю От нее Новое Задание Которое Будет Для меня Анриэлом На протяжении Довольно Долгого Времени Тогда я Решаю Заглянуть В башню К волшебнику Который По какой-то Причине Разучился Колдовать И стал Ловить Расследовав Это дело Мы выясняем Что все беды Опять от женщин Оказывается Что нашего Колдуна Прокляла Его Подруга Детство Которая Хотела Выйти За него Замуж Однако Он Вместо Этого Решил Стать Магом После Этого Мы Конечно Даем Люлей Старой Пизде И она Расколдовывает Нашего Колдуна Но Мы Решаем Убедить Колдуна Что это Проклятие Случилось Не из-за Его Становится Темным Магом И так У нас Появляется Еще один Новый Союзник В нашем Убежище Далее Я подхожу К селянке Которая Оказывается Собственно Той Самой Счастливой Женщиной Проблема Только Заключается В том Что она Не может С нами Говорить Потому Что Ей Не Разрешает Ее Дядя А Ее Дядя Это Старый Бывалый Боец С Нежитью Которого Каждую Воды Однако Она Говорит Что Не Продавать Такие Штуки Но Рекомендует Обратиться К Ларисе Вообще Тут У меня Случился Первый Затуп Потому Что С одной Стороны Фактически Над Всеми Неписями Горит Флажок Квеста То есть Не надо К ним Подойти И Взять Какое То Задание Но При этом Никто Из них Не Хочет Со Разговаривать В том Числе Неписи Которые Как мне Казалось Должны Меня Собственно Сейчас Продвигать По сюжету Так что Видимо Надо Ити К Ларисе У которой Я успешно Покупаю Этот Самый Яд И Успешно Отравляю Источник Тут Я могу Сказать Что Большая Часть Квестов В принципе Выглядит Как-то Таким Образом Что Мне Надо Или Куда-то Прийти Что-то Купить Или Куда-то Прийти Кого-то Убить Цветочки Наверное Ну Как-то Такое Тем не менее Дело Это Не помогло И со мной По-прежнему Никто Не хочет Разговаривать Я уже Думал Что Может Ошибся Дверью И клуб Нормальных Игр Которые Можно Пройти Через Два Квартала Отсюда Так Я Собственно Лишился Гайдовой Девственности Но Вы Не Поверите Далее Мне Надо Было Прийти На место Которое Буквально До Того Как Я Сбегал Купить Яд Было Огорожено Невидимой Стеной И стригерить Диалог Который Вообще Не Связан С Действиями Которые Я Сейчас Сделал То Какого Хрена Там Даже Квестового Флажка Не Было Какого Хрена Пизду Нахуй Просто Такую Хуйню Блять Блять В общем По итогу Теперь Надо Идти К Циркачу И просить Его Научить Нас Гримироваться Однако Сам Он Не Захочет Его Отдавать И Поэтому Мы Идем К Его Дочке И Она Вбрасывает Нам Что Мечтает Выйти Замуж За Принца И Это Важно Сюжетно И В Портленде Покупаем Костюм Посла Эльфа Однако По итогу Мы Оказываемся Дебилом Потому Что Чтобы Гримироваться Надо Еще И Уметь Это Делать Тут Всплывает Другая Проблема Дело В том Что У Дочки Циркача Которая Нам До Этого Подсобила С Гримом Проблема С Местным Бароном Который Домогается И Нам Надо С Этим Разобраться Поговорив С Ним Возвращаемся К Циркачке И Выясняем Что Все Грима Достать Больше Не Может Да И Сама Нагримировать Не Умеет Однако Предлагает Нам Альтернативу В виде Художника Живущего Здесь Местный Художник Кстати Является Таким Своеобразным Источником Фан Сервиса Но Об Этим Чуть Попозже Сам Художник Как Говорит Загримировать Нас Не Может Потому Что Он Сам Тоже Не Умеет Однако До Этого Он Написал Картину Той Самой Циркачке И Собственно Просит Нас Доставить Е Тут Важный Момент Если У вас Не Куплено DLC То Лучше Всего Эту Картину Ей Не Отдавать А Оставить У себя Потому Что Я Так Понимаю Иначе Это Запорит Один Из Побочных Квестов У Которого Награда Будет Гораздо Более Щедрой Если У вас DLC То Вам Будет Похуй Потому Что Таких Картин Вы Насобираете Огромное Количество Однако На месте Вы Эту Циркачку Уже Не Обнаружите И Окажется Что Ее Спиздил Собственно Сам Барон В Ламифму Пизды Вы Убьете Сразу Двух Зайцев Во Первых Спасете Циркачку А во Вторых Получите Нового Союзника Собственно Самого Барона Который Может Замолвить За вас Словечко Перед Дядей Собственно Той Самой Счастливой Бабы На этом Богом Забытом Острове За такую Хуйню Циркач Естественно Гримирует Нас Под Эльфа Наверное Даже Под Эльфийку И Теперь Нас Вроде Как Пропускают Но Нет Потому Что Для Входа Нужен Пароль Окей Продолжаем Подкатывать К счастливой Бабе Потому Что Теперь Мы Можем И Собственно Предлагаем Написать Ей Письмо Для Ее Возлюбленного Он В свою очередь Пишет Ответ Женщина Сытца От Счастья И В этот Сам Момент Мы Берем Ее В плен А Ее Любовника Собственно Выманиваем Напиздев Ему Что Его Баба Опять Ебнулась И Тоже Забираем В плен И Теперь У Нашего Орка Появилась Первая БДСМ Рабыня А у Суккубки Первый Симп А Что Дальше Что делать Хуй Его Знает Потому Что Пароля От Замка У Меня До Сих Парнет Оборон Оборон Его Не Говорит Только И Делает Что Просит Познакомить Нас С Какой Нибудь Эльфийской Аристократкой Но Тут На самом Дель Тупанул Лично Я Потому Что Самый Верный Чувак Которого Мы Пленили И Рассказывает Нам Этот Пароль Ну Типа Окей Даем Пизды Местному Королю И Теперь Мунти Виль Наж И Отправляемся Путешествовать Дальше Первым Делом Выясняем Что Оказывается Указом Короля Запрещено Сплетничать С темными А поэтому Новости Нам Не узнать Однако Есть Выход Надо Подружиться Собственно С Хозяином Таверны Для этого После Окончания Диалога Надо Еще Рас Тыкнуть По Таверне И Получить Задание Собственно Отпиздить Чувака Который В свое Время Отпиздил Хозяина Этой Таверны Ну И еще Проверить Слух Касаемо Кофемолки Местной Ученой Марии Кюри Кстати Это домик Той самой Ученой А это Кусок Кофеварки Сама Мария Кюри Просит Нас Прогнать Гремлинов Которые Завелись У нее В кофеварке Из-за Чего Она Перестала Работать Ну И после Уполнения Первого Поручения Она Просит Нас Нас Собирать Лягушек На Болоте Для Ее Исследования Информацию О кофеварке Мы докладываем Трактирщику После Чего Он Рассказывает Нам Информацию Об Инзельбурге Из Чего Мы Узнаем Во Первых Замок Охраняется Какой-то Волшебной Сигнализацией Которая Может Определять Темных Во Вторых Мари Кюри Не платит Налоги Это Важный Момент Третьих У Некого Травника Есть Щенята Сейчас Это Может Показаться Неважной Информацией Но Вообще Это Важно Самой Счастливой Здесь Является Собственно Королева Эльза Далее Я Наведуюсь В Трактир Где Трактирщик Просит Нас Подождать Снаружи И Завершает Диалог После Чего Мы Кликаем По Трактиру Снова И Начинаем С ним Общаться Окей Трактирщик Почему-то Перепутал Нас С Джином Что Впоследствии Ему Аукнулось И он Огреб Став Зомби На пляже Я нахожу Записку Которая Сообщает Нам О том Что Здесь Орудует Какой-то Агент И Сейчас Он На болоте К тому же И нужны Мне Лягушки Чилят Агент Это Наш Засланный Казачок И Мария Кюри И Ёбнем Чувака Которого Обещали Ёбну Для Трактирщика После Это Он Вбрасывает Нам Что Хочет Стать Дмитрием Ларином Естественно Служа Темным Силам А вот Как Реализовать Это Говно Опять Хуево Знает Поэтому Придется Копаться В Просит Нас Ёбнуть Налоговщика После Чего Переселяется К нам В Убежище Шлем Ж Можно Купить У Трактирщика Однако Нас Все Еще Не Будут Пропускать Потому Что Теперь У Нас Нет Документов Тогда Мы Спрашиваем У Нашего Личного Зомби Где Можно Приобрести Поддельные Документы И Оказывается Что Собственно В Порту Вообще Такие Моменты В Такое Ощущение Как будто Игра Тупо Тянет Время В Порту Мы Встречаем Моряка Который Говорит Нам Что Он Привез Какого-то Учителя Фехтования Для Собственно Принца Изенбурга И у Которого Чисто Гипотетически Мы Можем Спереть Документы Еще Этот Пират Нужен Для Квеста По Организации Для Джима Экспедиции За Пиратскими Сокровищами Я Дропну Подробно Рассказывать Про этот Квест Но С Джимом Мы В будущем Еще Встретимся То есть Экспедицию Я ему Организовал Отмечу Лишь Что Это Ну Прям Очень Оригинальный Квест Никогда В предыдущих Частях Мы Никому Экспедиции Морские Не Организовывали Возвращаясь В трактир К зомби Собственно То Чем Я и Говорил Мы Находим Этого Самого Учителя И он Нам Рассказывает О том Что Его Будет Кто-то Сопровождать Из Замка Соответственно Сначала Даем Пизды Этому Сопровождающему Потом Самому Преподу По Фехтованию И Наконец-то Внедряем Нашего Агента В замок И вот Теперь Хуй его Знает Журнал Говорит Что Нам Надо Искать Бутылку С Запиской Видимо Нам В море Кстати В перерывах Я успел Начать Квест По Производству Вампирес У Марии Кюри Нашлось Примерно 50 Женщин Где-то В закромах Однако Нам Все Еще Нужны Новые Женщины Чтобы Иметь Возможность Производить Больше Вампирес Ну И так И да Бутылка Оказывается За стенами Замка И в ней Наш Агент Пишет Что Королева Действительно Походу Счастливая Женщина А вот Ее сын Маргенштерн И предлагает Организовать Его Похищение Дорогие Дети Если К Вам На улице Подойдет Худощавый Ебан И пообещает Выполнить Любые Ваши Желания То В общем По итогу Мы с принцем Заключаем Сделку В результате Который По идее Он должен Стать Королем А его Мать Пропасть Навсегда И инсценируем Его похищение Ну и соответственно Ждем сообщения От нашего Агента Попутно Закупая Подарки Для нашего Принца Которые Мы пообещали Ему купить Собственно Да Информация О том Что у Травника Ощенилась Собака Была важна Именно по этой Причине Потому что Потом нам Об этом Нигде не скажут Кстати Касаемо Гайдов И квеста Трактирщика Оказывается Надо было Всего лишь Попросить У Северу Снека Новую Дозу И после Того Как мы Купим Нашему Трактирщику Студию И дадим Называть Кого-то Геем И смеяться Над этим Но не В просветленном Лемире Мы живем Стас Ты так Много Пиздишь Что ты Ебешь Кого-то В жопу Что у Тебя Стандарт 45 Килограммов Так Почему Я не Видел Ни одной Твоей Девушки Где Они Ты Точно Может Ты Из-за Этого Ко Мне Присосался Что У тебя Просто Мания Хованский Гомосексуал После Мы получаем В бутылке Послание О том Что Нашего Агента Разоблачили И так же Мы получаем Сообщение О том Что Королева Пообещала Выполнить Любые Условия Того Кто Вернет Ее Мальчика Возвращаем Принца Королеве Ее Соответственно Делаем Очередной БДСМ Рабыней Орка Спасаем Нашего Секретного Агента Забираем Циркачку Из Монтивилля Отдаем Ее Принцу В качестве Невесты И поздравляем У нас Есть Очередной Лояльный К нам Человеческий Король Тут еще стоит Упомянуть Что после Каждого захвата Какого-то Из островов Вы можете Найти Те или иные Великие Артефакты Сначала Они выдаются Вам тупо За победу Над Каким Нибудь Ну Главным Героем На острове По Типу Там Убийство Короля Однако Впоследствии Их надо Будет Искать И собственно За эти Артефакты У жителей Нашего Убежища Можно прокачивать Какие-то Параметры Наших Войск Например Повышенный Шанс Критического Удара Защиту Атаку И так далее И тому подобное Вот там Собственно Еще один Пример Высокой Культуры Геймдизайна Восточной Европы Собственно У замка Нашей Уже Нынешней Помощницы Вы можете Ёбнуть Собственно За спавнившихся Служителей Света Теперь мы Уже достаточно Прокачались Чтобы это Сделать После чего Вы должны Тыкнуть По уже Бывшей Жене Того самого Трактирщика Из Портленда Который Теперь Зомби До этого Она с вами Никак Не взаимодействовала Но теперь Она попросит У вас Собственно Этот Замок Себе При этом Узнать О том Что теперь Вы можете Сделать Так Вы Ниоткуда В игре Не сможете Только Методом Тыка Ну или Из чьих Гайдов Теперь Таверна Даст вам Квест В ходе Которого Вам нужно Будет Попросить Художника Нарисовать Ее Картину И Впоследствии Распространить Эту Картину По Всем Существующим Здесь Тавернам После чего В награду Вы получите Один из Экземпляров Этой Картины Который Вы Должны Сохранить У себя После чего Мы сможем Заглянуть В школу Для Принцесс К одной Училке В Ценны Ресурсы Я не Советую Вам Ими Разбрасываться Потому что Просрать Их Вполне Себе Можно И это Чревато Еще Таким же Образом Можно Покупать И Обычных Женщин И Сдавая Их Марии Кюри Достаточное Количество Вы Сможете Сделать Количество Ваших Вампирес В запасах Бесконечным Теперь Внимание Дракону Сдаем Всех Принцесс Кроме Одной Это Дает нам Идею Собственно Сделать Поддельных Принцесс С этой Идеей Пиздуем К делокур И отдаем Ей Принцессу Как образец И вуаля У нас есть 20 копий Платьев Принцесс В которые Мы можем Одеть Обычных Девушек И сдать Их Ничего Не подозревающему Дракону И теперь У нас Есть Ровно 23 Штуки Имбовых Юнитов В запасе Которые Представляют Из себя Любовный Союз Принцесс Драконов То есть Фактически Мы создали Фьюжн Какие Ж мы Чудовища Итак Что же Это За юнит Такой Ну Фактически Это Дракон Который По градации Крутости Драконов В этой Игре Стоит Сразу После Черного То есть Второй По крутости Дракон На него Также Не действует Магия Что С одной Стороны Дает Ему Преимущество Перед Вражескими Заклинаниями Но С другой Стороны Дает Недостаток Так Как Полечить Его На поле Боя Мы Не Можем Плюс Что На Черного Дракона Что На Наездница На Драконах Действуют Атаки Которые Накладывают Какие Дебафы Будь То Поджигание Отравление И так Далее И тому Подобное И эти Дебафы Соответственно Магии Мы Снять Также Не Сможем Но С другой Стороны Его Атакой И Атакует Он Собственно Огненным Дыханием То Есть Также Наносит На Врага Дебаф Поджигания Этот Дракон Может Взлететь В воздух И Приземлиться На землю С большой Скоростью Нанеся Урон Всем Стоящим На земле Вражеским Юнитам Не Считая Летающим Ну И самое Главное Этот Дракон Один Раз За Бой Может Призвать На поле Боя Другого Дракона К сожалению Случайным Образом Из-за Чего На поле Боя Может Оказаться Какой Нибудь Отсосный Ледяной Дракон Который Я Вообще Не Понял Его Прикола Это Ну Прям Пиздец Но Тем Не Менее Может Призвать И Черного Который Как я Уже Сказал Имба Иными Словами Юнит Маст Хэв Ну И Собственно Дальше У нас Начинается Пиздец Дело В том Что Нам Сейчас Доступно Два Новых Острова Один Из Которых Выглядит Буквально Вот Так То Есть Это Такой Маленький Островочек Где Присутствует Буквально Только Один Побочный Квест Который Мы Собственно Даже Сейчас Выполнить Не Можем Нас Тупо Остановят И Скажут Нам Что Мы Недостаточно Вкачаны Ну Разве Что Мы Можем Его Начать И Потешить Себя Тем Что В самом Начале Игры Насобирали Кучу Мусора И Вот Теперь Он Пригодился Второй же Остров Будет Выглядеть Для Вас Примерно Вот Так Однако После Гугления Гайдов Выясняется Что Наш Следующий Пункт Назначения Находится В Этой Пещерке И Знаете Я Действительно Этого Не Понимаю Вся Эта Система С путешествием Островов Вроде Бы Как Должна Играть На руку Некой Нелинейности Но Проблема Заключается В том Что Игра Максимально Линейна Здесь Очень Мало Побочных Квестов Наверное Их Даже Можно Пересчитать По пальцам Двух рук При этом Фактически На каждом Острове Присутствует Именно Что Только Один Главный Квест Который Можно Сказать Размазан На огромное Количество Связанных Квестов Но Тем не менее Проходящихся Все таки Линейно То есть Здесь Нельзя Сделать Шаг Влево Или Шаг Вправо И при этом Игра Умудряется Нам Не говорить Даже Куда Нам Ити В следующий Раз Я понимаю Если бы Это Была бы Какая-то Игра На подобии Первых Фалачей Где Собственно Фишка Именно В том Что Ее Можно Пройти Огромным Количеством Способов Но Повторюсь Тут Все Люто Линейно И Подобные Вещи Они Скорее Просто Путают И вызывают Раздражение Потому что Очевидно Что я Не могу Пройти Эту Игру Иным Образом Я не могу Пройти Эту Игру Проходя Вместо Этой Пещерки Которая Кажется Входом В королевство Гномов Допустим Остров Орков Освобождая Его От Окупировавших Их Эльфов Меня Там Просто Будут Насиловать Местные Мобы Для Меня Эта Игра Будет Максимально Некомфортной И я Потрачу Все Запасы Своих Юнитов У меня Просто Вопрос Зачем Также В королевстве Гномов Мы будем Находить Остальных Шестерых Гномов Мучивших Нашу Вампирессу Давайте Просто Опустим Этот Момент И Условимся Что я Всех Убил Тем более Что Это Действительно Так Ну И Давайте Вообще Я С Этого Момента Ускорюсь И Буду Вам Менее Подробно Рассказывать О Прохождении Собственно Мы Доходим До Замка Короля Гномов Чтобы Потребовать У него Сдаться Силам Тьмы Однако Вместо Этого Он Объявляет Карантин А еще Тут же Мы Находим Самого Верного Гнома Который Нам Естественно Пригодится С По идее Здесь Нам Надо Нарушить Им Поставку Пушек Но Я Проебался А еще Мы Узнаем Что Оказывается Местных Темных Здесь Перестали Финансировать Из Более Новой Информации Мы Также Выясняем Что Здесь И питает Собственно Местный Инженер Который Нам Пригодится Для Убежища Этот Инженер Несколько В финансовой Жопе Потому Что Король С Нем Обошелся Достаточно Несправедливо И не Оплатил Его Работу С Нами Он Ити Однако Не Хочет Из-за Своих Патриотических Чувств Однако Оплата Долгов По ЖКХ Все Решает А еще В этом Городе Гномов Обитает Лоли Которая На самом Деле Огор Проклятый Волшебником Превращаться В лольку Каждую Ночь Но Собственно Опиздошиваем Местное Ополчение Уже С пушками После Намекают Что Следующий Для нас Шаг Это Собственно Подорвать Местную Стену И Проникнуть В замок Короля Таким Образом Однако Как вы Сами Понимаете Время Гайдов Пиздуем К дроиду Не Спрашивайте В общем Этому Дроиду Грустно Потому что Он Сломался И нам Нужно Достать Для него Ремонтный Комплект Гном Который Нам Может Его Дать Нуждается В пружине И Машином Масле Которые Надо Искать У Торговцев У которых Мы Уже До Этого Все Успели Скупить И У них Этих Вещей Не Было Самое Главное Одними Даже Не Появляется Значка Квеста То есть Хуй Поймешь Как Их Искать Самое Главное Наверное Прикол Это То Что У Машиниста При Первой Встрече Не Появляется Вариантов В диалоге Спросить Собственно Про Машинное Масло А Появится Он Только При Второй Встрече Теперь Дроид С радостью Сделает Подкоп Под Стену Чтобы Мы Могли Установить Там Взрывчатку Непонятно Правда Тогда Почему Нам Просто Не Сделать Подкоп Под Стеной Зачем Нам Ебаться С Этой Взрывчаткой Ну Ладно Окей Мы Идем Крафтить Взрывчатку В наше Убежище После Этого Мы Закладываем Ее Под Стеной Замка И Самый Рофл Здесь В том Что Подкоп Мы Рыли С Этой С Меня Еще Раз Вопрос Нахуя Мы Взрывали Стену Почему Б Похуй Похуй Собственно Далее Мы Даем Пизды Охраннику Короля И Превращаем Его В симпа Нашей Сукупки Ну И Королю Одним из кандидатов Является Собственно Тот Достовучий Ополченец А второй Моя Политическая Позиция За все Хорошее Против Всего Плохого Больше Денег Будет идти На всякие Социальные Выплаты Будет Отмена Армии Обязательно Армия Не нужна Уже Понятно Что Человечество Не является Врагом Нельзя Жить И думать Что на тебя Все нападут Надо жить И думать О том Чтобы развивать Медицину Ученых И так далее Чтобы за счет этого Побеждать Как в цивилизации Очевидно Что можно Победить Например Как в цивилизации Победа наукой Или полетев в космос Это и будем Развивать Чтобы ученые Работали Создавали Специальное Биополе Которое Не пропускает Ракет Воровать Главное Надо запретить Еще Я там Буду Немного Воровать У меня нет Друзей Поэтому я Не буду Никому Больше Разрешать Ну и конечно Все плохое Будет поборенное Будет только Хорошее Очевидно Мы выбираем его А чертовому Ополченцу Даем пизды И без лишних слов Отправляемся К следующим Гномам И пробираясь Через урановые Шахты Мы доходим До буравчика Помощника Короля Который Нас к нему Не пропустит Еще Побродив Я нахожу Информацию О том Что в этом Городе Находится Паладин Который Является Уже Нашей Целью Возможно Сейчас Вы интересуетесь Почему Я не возмущаюсь О том Что это Уровни Лабиринты Но Как вы Сами Понимаете Игра Настолько Охуенная Что я Просто Забыл Про этот Факт Я уже Был Выбит Из колеи Также В этом Городе У нас Есть Свой Фури Информатор От которого Мы узнаем Что Гномы Не ждут А готовятся Также Он Подсказывает Нам Место Для Некоторых Наших Скользких Дел У Химика Мы узнаем Что Он Работает Над Секретным Проектом Супер Солдата И Хитрым Саботажем Руиним Эту Задумку При Помощи Трактирщика Заманиваем Паладина В то Самое Место И Вуаля У нас Новый Приспешник Еще Можем Найти Новую Испеченную Армию Гномов И Затравив Их Военачальника Собственно Заруинить Эту Задумку Далее Нам Надо Поджечь Королевский Арсенал Для Этого Нам Надо Выманить Собственно Помощника Короля Который Нас Туда Не Пускает И Для Этого Мы Придумываем Похитить Королевскую Принцессу Спрятав Ее У Грызня Правда Впоследствии Выясняется Что Грызень Хочет Ее Сожрать И Поэтому Нам Надо Дать Ему Пизды Потому Что Принцесса На вес Золото А В этой Вселенной Из них Можно Делать Имбовых Юнитов Ну И Собственно Арсенал Тоже Пизда И Далее Нам Остается Просто Найти Кого То Кто Может Претендовать На Королевский Трон Например Дальнего Родственника Короля Который Работает В местных Шахтах И Которого Все Чмырят Не Любят Пизды Ко Еще Один Король Пал Под Хох От Нашего Сумрачного Гения И Я Совсем Не Ожидал Этой Хуйни Но По Факту Мы Женили Нашего Наиспеченного Короля На Его Двоюродной Сестре Еще Кстати Я Закину Удочку На Основе Друзей Нашего Знакомого Грызня Мы Начали Проводить Исследование Оборотней Я Дропну Описывать Этот Квест В целом Но По Итогу Мы Откроем Довольно Интересный Юнит О Котором Я Буду Вам Просто Обязан Рассказать В будущем Скажу Лишь То Что Он Будет Связан С Тем Самым Могром Лоли Ну И Собственно Орки Не Судите Строго Но Здесь Я Буду Краток Потому Что Блять Посмотрите На Хронометраж Видео Я Буду Здесь Краток В общем Суть Первого Острова Орков Заключается В том Что Здесь Мы Совершаем Всякого Рода Диверсии Но В виде Всяких Протестов Провокаций Погромов И так далее И тому подобное И в конечном счете Освобождаем От Эльфийской Окупации Единственный Квест Который Как мне кажется Требует Нашего Внимания Это Собственно Квест С Сорчихой Суть В том Что Она Работает Уборщицей В замке Местного Главгада И Внезапно Нам Приходит Идея Заминировать Ее Швабру И для решения Этой проблемы Можем пойти К нашему Придворному Магу И попросить Его Например Заколдовать Швабру На взрыв Правда Для этого Ему надо Будет Принести Антимагическое Вещество Чтобы Замскровать Его Магию Чтобы Ее Раньше Времени Не Обнаружили Бла 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 Что-то Искать С этим Возиться Мы Можем Просто Пойти Гному И попросить Его Качки Которые Будут Нужны Нам Для Изобретения Анонсированного Мной Юнита В будущем Ну И Также Я Потихоньку Прокачал Моих Помощников После Этого Если Сократить Все Мои Поиски Дальнейшего Пути Я Отправился В родной Мир Нашей Суккубки Собственно Да Мир Демонов Окупировали Люди И нам Надо Его Освободить Кстати Помимо Людей Здесь Будут Также В качестве Врагов И Некоторые Демоны В частности Один из Их Самых Бесячих Типов А именно Огненные Элементали В чем Проблема Дело в том Что моя Армия Рассчитана На внезапный Десант Драконами Во первых Сами Наеденцы На драконах Пыхают Огнем Во вторых Лучше Наверное Дракон Черный Также Рассчитан На огненную Атаку Красный Дракон Рассчитан На огненную Атаку А ледяной Дракон Например Просто Выпиливается С огненных Атак На раз Два Такая Стратегия Чувствовала Себя Хорошо Когда я Сражался Например С эльфами Так как Ну Буквально Их Самый Сильный Юнит С легкостью Выпиливается Теми же Огненными Атаками Но Проблема Возникает Именно С этими Огненными Элементалями Да и Всеми Демонами В целом Которые Битв Это Изумрудный Охуенно Пока Это Еще Не Будет Так Сильно Раздражать Потому Что Именно Что В мире Не Жарко Ну И Там Находим Бывшую Няню Неолины Которая Говорит Нам Спасти Другую Демонессу Бастит Естественно Я ее Нахожу Спасаю И У нас Назревает План А именно Используя ее Как Приманку Подобраться К паладину А для Удачного Исполнения Плана Мы Делаем Портальную Пушку В Убежище И Вуаля Да Мы снова Осободили Очередной Мир Ну И теперь Время Убить Дракона На том Самом Островке Откуда Я начинал Сое Путешествие К гномам Для чего Это мне Нужно Но Этот квест Даст Не такую Маловажную Вещь Как Крылья Да Крылья Здесь Получаются При помощи Прохождения Побочного Квеста Который Больше Ничего Нам Не даст Разве Что Потом Мы сможем Оказаться На Началовом Летающем Островке С Довольно Пиздатыми Видами А также Тут Мы сможем Спиздить Одного Дракона Трех Принцесс Которые Как вы Помните Навезота Ну и Наконец-то Следуем На другой Остров Орков Собственно На этом Острове Эльфы Устроили Веселье В результате Которого На нем Образовалась Разруха И куча Мертвых Телорков Наша Задача Собственно Восстановить Местный Остров Особенно Учитывая То что Местный Наследник Вождя Это Какой-то Прямо Неудачник Ну в общем Мы тут Все Восстанавливаем Поднимаем Разрушенные Тотемы Срубаем Деревья Которым Поклоняются Эльфы И в конечном Итоге Спроваживаем Их Отсюда Предлагаю Опять же Скипнуть Этот остров Потому что Иначе Ролик Просто Затянется Куда уж Дальше Спросишь Ты Ну еще Дальше Ну и теперь Мы можем Отправляться К эльфам Ранее Я взял Квест Набрать Компромат На Местного Эльфийского Трактирщика Чтобы он С нами Сотрудничал Ну собственно Подкинуть ему Ложные улики О том что Он Переспал С гномихой Подробности Как я их Собирал Я Опущу Скажу Лишь То что В результате Этого Квеста Мы заполучили Еще одну Картину Ну и в конце Мы естественно Его по классике Опиздошиваем И А что у него Делает гном В подвале В общем он нам Рассказывает Что местная Королева Проводит Конкурс Стихов Что для нас Довольно важно Местная Принцесса Ебанутая И ждет Какого-то Принца Из ее сна А еще Тут есть Очень верный Телохранитель Собственно Самая Принцесса Еще здесь Водится Темный Эльф Изначально Он не хочет С нами Сотрудничать Однако Внезапно Мы припоминаем Что Наша Сукубка Знакомая Рассказывала Что Когда-то Все темные Эльфы Поклились Ее предкам Верно Служить Ей И собственно Вспомнив Об этой Клятве Мы таки Его вербуем Однако Для продолжения Нам таки Надо сделать Перерыв Собственно Да Данный Остров Существует Тупо Для кача И побочных Квестов А также С него Можно перепрыгнуть На контент Из DLC А еще Здесь же Находится Непись Который Поможет Нам с квестом Собственно С той самой Эльфийкой Принцессой Из чего-то Примечательного Здесь есть Например Три пирата Собственно Черная борода Какая-то Тянучка И орк Выполняя Их квест И мы в конечном Итоге Придем к тому Что они Все пытаются Перехватить Власть На этом Острове И в самом Конце Нам придется Собственно Выбирать Кого из них Убить А кого Оставить Живых Чтобы он Собственно Возглавил Этот остров Вообще Изначально Я хотел Подсобить Орку Но У меня Уже Была Выполнена А у орка Надо было Еще куда-то Там ездить Гонять Что-то Искать Короче Мне стало Лень Я решил Продвинуть К власти Тянучку А черный Борода Просто Пидорас Который Требовал Себе В жены Принцессу И Как я уже Говорил Все Принцессы На вес Золота Еще На острове Нам Также Стретится Джим Которому Мы сможем Помочь Найти Сокровища Еще На острове Мы можем Найти Говорящий Сундук Который Попросит Нас Раскладывать Его Дело В том Что До этого Он якобы Был Обычным Человеком Однако Впоследствии За что-то Ведьма Его Прокляла И он Превратился В сундук Ведьма Скажет Что Чтобы Раскладывать Сундук Нам Понадобится Волшебный Ключик Который Мы сможем Купить У нее же Однако Впоследствии Окажется Что Сундук Никогда Я Не Был Человеком И Это Просто Хитрожопый Мимик Впоследствии Ведьма Будет Оправдываться Что Мол На самом Деле Это Сундук Ее Заставлял Заманивать Путников К нему И Она Не Виновата Жертву Обстоятельств Но Знаете Что Пошла Эта Тупая Старая Карга Пизду Она Пардала Нам Этот Ключ За Деньги Так Что Пусть Огребает А Еще Посмотрите На Эту Хуету Прикиньте Если Бо Я Это Проходил Без Крыльев А Еще На Отдельном Островке Обитает Какой То Демон И Та Самая Училка Которая Продавала Нам Принцесс Она Взяла Все Те Деньги Которые Мы Дали В Обмен На Собственно Эти Девушек И Уплыла На Эти Острова Сбегая От От Ответственности В Утоге Она Насосала У Демона На Бессмертие На самом деле Типа Бессмертия Демон Ее На Ебал Но Об Этом Мы Говорить Естественно Не Будем Они Не Особо В Прохождении Главного Квеста Ну Точнее Как Будет Вариант При Котором Мы Можем Пойти К Ним Для Решения Одного Вопроса Собиранием Картин Девушек Из Игры И Еще После Каждого Свержения Короля На Каких Островах Которые Мы Освобождали От Светлых Нам Давался Выбор Собственно Убить Этого Короля Или Взять В Плен И Если Всех Королей Вы Брали В Плен То Вы Имеете Возможность Собственно Сдать Всех Этих Королей В Рабство Этому Демону И В Обмен Получить Левел Ап Да Просто Повышение Уровня Собственно Остров Амазонок На нем Мы Можем Заполучить Трех Принцесс И Картину Королевы Амазонок А Также Увидим Относительно Хуевый Юнит Собственно Атеншн На этом Острове Проблема Мужики Сбунтовались Из-за Жестокого Обращения С ними И У них Сейчас Идет Гражданская Война Королева Фактически Деморализована Из-за того Что ее Поматросили И бросили И пока Мы не найдем Паршивца Продвигаться По местным Квестам Мы не сможем На Острове Викингов Есть всего Пара Квестов Суть Которых Сводится К тому Чтобы Выбрать Какой Из местных Викингов Будет Править Островом В том Числе И путем Судейства Рэп Баттла В конце Победивший Викинг Попросит Нас Найти Ему Женщину Я Вам Че Сват Что Ли Вы Совсем Охуели Что Ли Собственно На Острове Пиратов Находим Того Самого Паршивца Однако Королеве Амазонок Назад Он Не Поедет Потому Что По его Словам Она Ебанутая С чем Я Не Могу Поспорить Тем Не Менее Он Отдает Ее Картину Ну Королеве Собственно Соврал О том Что Он Героически Погиб Впоследствии Выясняется Что Одну Из ее Дочерей Еще И Украли Собственно Те Самые Мужики И Наступает Тяжелое Время Дипломатических Переговоров В ходе Которых Мы договариваемся На том Что Я Устанавливаю Им Статую Королевы Острова Амазонок Стоящую На коленях Понимаю Ну И В свою Очередь В обмен На это Они Отдадут Нам Дочь Королевы Амазонок Статую Мы делаем Естественно По эскизам От картины Королевы Потому что Сама Она бы На это Не согласилась Отдаем Эту статую Мужикам И Телепорт Делает Мы Опиздюлили Все сопротивление После Собственно Пиздошем К викингу Говорим Что Подходящая Баба Для него Нашлась Везем Его на Остров Амазонок И На радостях Королева Амазонок Отдает Нам Всех Своих Троих Дочерей Говоря Что Новых С таким Мужиком Она Нарожает Возвращаясь К Альфийскому Острову Я Пригнал Корабль С клетчатыми Парусами Какой Был Во снах Той Самой Поехавшей Принцессы И Теперь Она Думает Что Принц Из ее Снов Приехал На Остров Через Трактирщика Приглашаем Принцессу На Свидание Ну И Берем Ее В Плен Однако Как Вы Понимаете Все Это Время Принцесса Нам Была Не Особо Те Нужна И Мы Просто Подкатывали К ее Телохранителю Ну И Теперь У Нашей Суккубки Есть Еще Один Симп Далее Если Вы Подстраивается Конкурс Стихов И Он Хочет В нем Поучаствовать Для Нас Это Означает Возможность Пошпионить Так Что Это Нам Вполне Себе Выгодно Ну И После Я Обращаюсь Гайду Потому Что Хрен Его Знает Каким Образом Я должен Был Догадаться Что После Сдачи Барона В Королевский Замок Я Должен Сразу Лететь К Трактирщику А Не Например Просто Подождать На самом Деле Это Еще И Была Довольно Бесполезная Встреча Потому Что Нам Просто Рассказали То Что Мы И Так Уже Знали И Фактически Эта Точка В этом Квесте Существует Тупо Для Того Чтобы Потянуть Время Далее При помощи Скрытого Послания Барон Направляет Нас Секретные Катакомбы Под Замком После Мы Застаем Интересный Диалог За место Него Ставим Нашего Темного Эльфа И Выдаем Королеву За него Замуж Ну И Следующий Эльфийский Остров Где Нам Нужно Проникнуть В Гробницу Одного Могущественного Эльфийского Волшебника Однако Нас По всей Видимости Уже Ждали Но Не Беда По Итогу На Острове Есть Три Наших Информатора Которые Знают По Частичке Заклинания Снимающего Печать С гробницы Еще На этом Острове Есть Самое Счастливое И Я Предлагаю Промотать Ее Квест Потому Что Тут Особо Ничего Интересного Нет Суть В том Что Это Дриада И Она Счастлива От Еще Мы Можем Проникнуть Замок Волшебника Который Естественно Охраняется Внутри Нас Ждет Могущественный Но Слепой Маг И Его Подмастерия Последнего Мы Убиваем И Говорим С Магом От Его И Этот Маг Хочет Провести Ритуал При Помощи Которого Он Уничтожит Всех Орков На Острове Всех Тех Орков Которых На Ну И Дальше Начинается Типичный Квест По Поиску Нужных Ингредиентов И Соответственно В Конечном итоге Нам Надо Будет Какой-то Ингредиент Заменить На Фальшивый Что Касается Гробницы Мага То Мы Таки Находим Запечатанную Дверь И Распечатываем Ее Заклинание Которое Мы Собирали По Кусочкам Внутри Мы Встречаем Череп Который Говорит Нам Скелет Вообще Что-то Похожее Было В Первой Части Ну Ладно Однако После Того Как Мы Соберем Его Кости И Соберем Его В Полноценный Скелет Рассказывать Нужную Нам Информацию Он Все Еще Не Захочет Однако Расскажет Что Когда-то При Жизни Он Был Бардом И Попросит Нас Принести Его Нас Принести Ему Еще И Вино Но Здесь Его Можно Наебать И Отдать Ему Одно Из Наших Зелий Если Вы Посещали Все Магазины Во время Игры То Какой-то Проблемы Для вас Не Будет Ну И По Наводке Скелета Нужного Волшебника Мы Находим Но В Гробнице Его Удерживает Какое-то Сильное Заклинание Мы Должны Помочь Ему Разрушить Происходит Это За счет Нахождения Нужных Обелисков На острове И Сражения С Гремлинами Охраняющими Их Потом Ему Надо Будет Достать Его Собственную Кровь Чтобы Он Смог Восстановить Своё Тело И Принести Ему Его Волшебную Книгу Которая Находится У Слепого Волшебника В итоге Маг Попытается Нас Конечно Кинуть Но Мы Его Переиграем И Стал Оскверниться И Оскверниться Соответственно Весь Остров Что Мы В Конечном Итоге И Делаем И Теперь Вся Нитана Покорилась Нам Осталось Только Добить Последний Мир Демонов И Главный Квест Там Это Какая-то Хуйня С Местных Демонических Депутатов Чтобы Они Соизвоили Начать Войну С Человеками Для Этих же Целей Нам Б Понадобился Тот Самый Демон С Пиратского Острова Потому Что Он Тоже Является Местным Депутатом Но Только На Отдыхе Ну Или Мы Могли Просто Подделать Его Подпись Квест Довольно Неинтересный Поэтому Я Лучше Пропущу Также Из Чего Интересного Последним Светлым Которого Мы Обратим На Темную Сторону После Этого Оружие Против Духа Света Будет Готово И По Какой То Причине На Нас Нападут Орк И Суккуб Рено Узнает Зачем Мы Раздадим Им Пизды И Типа Все Но Я Уделю Внимание Другому Побочному Квесту А Именно Квесту По 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 Картин Он Готов Нас Щедро Вознаградить Новым Уровнем Опыта А Еще Картины Суккубок Не Считаются Но Непонятно Почему Он Говорит Это Нам Ведь Единственный Способ Получить Картину Суккубки Это Собственно Играть За Неолину Тем Не Менее После Этого У нас Откроется Возможность Подходить К Некоторым Девушкам И Предлагать Им Нарисовать Их Итак Поехали Правда Если Сейчас Мы Полетим К Художнику В Монтивиль То Обнаружим Что Кармила Нас Предала В Итоге Нам Нужно Найти И Победить Семерых Гномов Зомби Прячущихся От Нас В Инвизе И После Этого Мы Сможем Победить Кармилу И Она Суисайдница Сейчас Мы Кстати Получим Две Картины Одного Какого Ноунейма И Собственно Самой Кармилы На Острове Пиратов У Бывшего Любовника Королевы Амазонок Мы Сможем Найти Портрет Какой-то Феечки Винкс Ну и Собственно Не Убивать Пиратку Было Правильным Решением Для Выполнения Этого Квеста Потому Что Впоследствии Мы Сможем Так же Получить От нее Картину Также Мы Можем Уговорить Попозировать Для Картины Бывшую Училку Которая Чилит С демоном Помните Ведьму Кларису Да Орчихалу Испытывает Комплексы Которые Остались У нее Во время Служения Эльфам И мы Можем Ей Предложить Попозировать Для Эльфийской Выставки Красоток И потом Забрать Ту картину Себе Мы Можем Съездить К одной Из Амазонок Попросить Попозировать Еще и Ее Ну и Наконец Мы Можем Попросить Королеву Эльфий Передать Своему Барону Свою Картину В подарок Правда Чтобы Получить Нам Эту Картину Себе Навсегда Надо Будет Доставить Саму Королеву Барону Ну и Вроде По как Это Все Что я Хотел Показать Из Филия Вышла На Новый Уровень Прикиньте Если Такая Хуйня Приехала Блин Ведь Реально Нельзя В современных Играх Пиздить Детей Этот Юнит Просто Гениален Я бы Сказал Что После Первой Части У каждого Сиквела Есть Какой Нибудь Запоминающийся Юнит Во второй Части Для меня Это Были Тролли В третьей Дурногласы Допустим Какие Нибудь Наездницы На Медведях Здесь Это Вот Именно Вот Этот Юнит Он По-своему Хорош По-моему Ну Давайте До того Как я Перейду К битве С главным Боссом Я подведу Игры Некоторые Итоги На самом Деле У четвертой Части Кингс Баунти Возможно Был Какой-то Потенциал Стать Интересной Игрой Мне Понравилась Например Идея Развития Своего Убежища И Реализация Этого Внешне Мне Понравилось То Что В определенный Момент По сюжету Вампирша С которой Мы Подружились Потом Нас Предала Но У этого Момента Есть Недостатков Во-первых Если бы Вы Не Приехали Повторно В Монтивилль А приехать Туда После Вы решитесь Ну По сути Только Для решения Какого-то Побочного Квеста В общем Вы бы Вообще Не узнали О том Что Вас Предали Хотя бы Какое-то Сообщение О том Что в Монтивилле Какому-то Юниту И Ну Это бы Создало Какую-то Нужду Туда Приехать И Собственно Разобраться Ну Естественно Хотелось Бы таких Моментов Несколько Побольше То есть Ну Очевидно Что В отличие От каких-то Светлых Которые Готовы Сплотиться В битве С каким-то Темным Злом Темные Это Наверное Все-таки В общем Представлении Существа Такие Индивидуалисты Которые Стремятся Перетянуть Одеяло На себя И Логично Было бы Если бы Они Как раз Таки Стремились Предавать Друг Друга Когда Это Было бы Им Удобно Иногда По сюжету Такое Мелькает Но Я бы Сказал Что В общем Такие Моменты Даже Теряются И И Их Все-таки Не достает Но Конкретно Из недостатков Вы уже В принципе Все Слышали Скучно Сделанные Квесты Которые Буквально Зачастую Просто Тянут Время Вообще Криво Продуманная Их Система В результате Которого Можно Спокойно Запутаться Или Что-то Не Понять Да И В целом На тот Момент Движку Kings Bounty Было Достаточно Много Годиков И Сама Игра Как Графически Так и Технически Была Уже Устаревшей Я бы Сказал Что Здесь Такая Ситуация Что Никто Ее Уже Не Хотел И Никто Над ней Особо И Не Старался Обидно Что Основной Лор Переделали И У этой Игры Я бы Сказал Все Еще Не Той Души Которая Была В Первой Части Где Ты Мог Например Ходить Только По Главным Квестам А мог Уйти Куда То Вбок Поисследовать Какую Нибудь Соседнюю Локацию Найти Там Что Интересное Где В Нет Совсем Ну И Опять Несмотря На То Что Игру Презентовали Как Взгляд С иной Стороны С точки Зрения Темных Фактически То На самом Деле Все Это Уже Было В Первой Части Как Минимум Из-за Того Что На самом Деле Мир Первой Кингс Баунти Не Был Четко Поделен На Добрых И Злых Там Были Очень Добрые Персонажи Но Что Интересно Очень Злых То Не Было И Фактически На самом Деле Те Существа Которые Стояли У Истоков Мира Кингс Баунти И Считающиеся Главными Героями Как Добрые На самом Деле Были Еще Теми Пидорасами В Четвертой Части Это Все Безвозвратно Утеряно Но С Другой Стороны Вернули Некоторые Механики Касаемо Каких Перемещающихся Объектов На Карте Которые Надо Догнать Задефать И так далее И тому подобное Хотя бы Это Хотя бы За это Я могу Эту игру Похвалить Но В целом Ебаная Срань И На самом Деле Играть В нее Не рекомендую Если Вы хотите Ознакомиться С миром Кингс Баунти То Хорошие Части Это Первая И Мне Лично Понравилась Третья Многие Фанаты Вам будут Советовать Вторую Такая Экспериментальная Если Вам Интересны Конкретно Только Бои То Рекомендую Вместо Принцессы В доспехах Покупать Сразу Кроссворд Там Есть Собственно И Главная Компания Принцессы В доспехах И Дополнительные Компании Которые Связаны Непосредственно Только С боями В том Числе И понравившаяся Мне Компания Связанная С битвой С боссами А Четвертую Часть На самом деле Можно Даже И Пропустить Собственно До Битвы С боссом Нам Нужно Разоплатить Различного Рода Воплощения Ермилы Ваулина Ну и Нас Ждет Самый Главный Финальный Твист Оказывается Все это Время Ростислав И был Одновременно И духом Тьмы И духом Света И теперь Мы будем Пиздиться С ним Потому что Мы стали Настолько Сильными Что Просто Угрожаем Окружающему Балансу Темных И Светлых Сил И Это Самый Скучный Босс Из всей Серии Kings Bounty С чего Мне тут Начать Ну Во-первых Собственно По самому Сюжету Мы здесь Пиздимся С нашим Прислужником При помощи Которого Мы использовали Способности Ярости Мне кажется Логичным Было бы Сделать Так Чтобы Этот Босс Собственно Атаковал Нас Нашими Прокачанными Способностями Я Прекрасно Понимаю Что способности Ярости Это Довольно Имбалансная Хуйня На самом То деле Но Можно Было бы Их Как-то Например Понерфить Чтобы Это Было бы Ну Как-то Попроще Вместо Этого Они Просто Сделали Очередную Вариацию Босса Паука Ну То есть Если Вкратце Боссов Kings Bounty Можно Потелить На Пять Типов Это Босс Черепашка Который Появляется В первой Части В самом Начале И Ну Это Такой Изичный Босс Который Ничего Не Может Стоит На Месте И Ты Его Просто Пиздишь Потом Босс Кракен Собственно Его Отличие Заключается В том Что Он Может Спамить Мобов И Для Того Чтобы Его Убить Надо Пиздить Три Разных Щупальца Но При Этому Этот Босс Кракен Стоит Все Еще На Одном месте Третий Это Собственно Босс Паукан К нему Босс Лягушка К нему Босс Ящерка И так далее И тому подобное Суть Этого Босса Заключается В том Что Помимо Того Что Он Может Спамить Разных Юнитов Он Еще Может Перемещаться По Самой Карте Четвертый Босс Это Собственно Босс Гигантский Робот У которого Есть Три Фазы И за Которым Надо Бегать И Пятый Босс Карту Но В отличии От Босса Робота Стоит На месте И Да Здесь Мы Фактически Пиздимся С боссом Пауканом Но В отличии От Типичного Босса Паукана Здесь Гигантская Карта Для Босс Файта То есть В буквальном Смысле В ближнем Бою Его Пиздить Несколько Трудновато Из-за того Что За один Ход Вы можете До него Тупо Не дойти По причине Того Что Просто Далеко А не Потому Что Босс Заспавнил Например Просто Кучу Болванчиков Ну И Собственно Сам Босс Файт Не Ощущается Каким То Сложным Это Не Так Просто Как Последний Босс В третьей Части И Я Уверен Если Поднять Уровень Сложности То Завалить Его Будет Трудновато Но Тем Не Менее Это Не Настолько Хардово Как Последний Босс Во второй Кингс Баунти Который Меня Даже На Легком Уровне Сложности Заставил Немножко Попотеть Основная Сложность Здесь Не Из-за Каких-то Особых Механик Босса А Тупо Из-за Размера Карты Потому Что Самих Болванчиков Он Спамит Не Так То И Много Даже На самом деле То Вы Их Завалите Наверное В самом Начале Кстати Я Тут Вспомнил Наш Поставки Пиваса Какого Хрена Это Традиция Это Старая Традиция Ну Как Ёлы Палы В общем Это Не Последнее Видео Кингс Баунти Будет Еще Пятая Часть Она Не Будет О Кингс Баунти 2 Которые В скором Времени Выйдет Я Это Подчеркиваю Это Уже Отдельная Игра Отдельная Серия Нет Но Пятая Часть Будет Однако Будет Она Скорее Всего Я Так Подумал После Ролика О Пятых Героях И Ролика О Космических Рейнджерах Мне кажется Это Будет Просто Логичней Поэтому Ждать Пятую Часть Надо Будет Долго В общем После Боссфайта С нами Разговаривает Дух Света Говорит Что Типа Все Пиздец Мы Теперь Фактически Занимаем Его Место Баланс В мире Перевернут И мы Переделали Играл За Суккубку То Я Бы Прохождением Этой Игры Создал Другую Игру Monster Girl Quest Вечно Я Делаю Какие Неправильные Выборы